Уже восьмой раз у студентов региона появился шанс посмотреть на работу правоохранительных органов изнутри. Всероссийская акция помогает молодежи определиться с будущей профессией. О том, как проходит студенческий десант, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. В рамках Всероссийского проекта «Студенческий десант» МВД России и региональный молодежный центр проводят ознакомительные экскурсии в правоохранительных органах. Это профориентационные занятия для студентов, чтобы они могли выбрать профессию. Мы показываем, мы тут экскурсии проводим, стажировку маленькую. Они узнают что-то о профессии и выбирают, хотят они здесь выйти или нет. На этот раз студенты побывали в федеральной миграционной службе, где не только познакомились с работой сотрудников. Ребята узнали, как проходит процедура оформления биометрического паспорта. Но помимо этого у молодежи была возможность задать интересующие вопросы, узнать нюансы, которые известно только специалистам. Ребята задавали очень много вопросов, таких тонких, о том, что будет, если пальчики при выдаче паспорта не совпадают, или в силу физических особенностей нету пальца, либо он пораненый, либо травмированный. Как мы фотографируем младенцев, особенно которым еще нет месяца. Также ребята знакомились с процедурой дактилоскопии – занесения человека в специальную базу через отпечатки пальцев. Причем популярный рисунок подушечек берут разными способами – по старинке с помощью краски и бумаги, или по-новому – специальным сканерам. Студентам подобные нюансы работы действительно интересны. Я, так как впоследствии могу работать юристом, все, что связано с законодательством и законами, мне было интересно изучить, что касается законов, так скажем, кто стоит на сразу же порядке закона. И, собственно говоря, у меня выпал шанс посетить полицию и, так скажем, посмотреть внутреннюю кухню. Миграционная служба – не единственное место, которое посетили студенты. За четыре дня у ребят есть возможность узнать внутреннюю кухню многих подразделений управления Министерства внутренних дел в регионе. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.